сегодняшняя запись на сегодняшнюю третья часть посвящена ценностям от ценность вопрос 1 до практиковали ли вы навыки которого которых мы говорили в прошлый раз освобождение тягостных мыслей чувств от крючка и заземление начали то советую начать и постепенно постоянно это поддерживать потому что это как любой новый навык требует усилий но потом становится все легче и это переходит в привычку и это привычка поможет вам во многих критических ситуациях в жизни поэтому главный вопрос любого знания любых каких-то идей вопрос их применения обязательно нужно практиковать иначе это просто вот так слушает человек вдохновляется на том это вдохновение проходит проходит из практики он пытается вернуться услышанному вспоминает что там было что-то хорошее и опять ничего не делая это вдохновение уже все меньше и он начинает искать что-то новое к сожалению у нас люди так могут всю жизнь провести искать новые знания не применять их а просто поглощать и думать что что-то поменялось нет не поменялось поэтому практика практика есть практика и так сегодня говорим о ценностях и может возникнуть вопрос это то же самое что цели или нет нет то же самое из ценности наши показывают каким человеком мы хотим быть соответственно мы хотим такого же отношения к себе и другими окружающего мира то есть ценности это не только мир по отношению ко мне но также как мы относимся к другим людям и в природе цели они отражают просто то что мы пытаемся получить ценности отражает то каким человеком вы хотите быть и в идеале гармонии мы должны цели должны совпадать нашими ценностями следовать вашим ценностям не полностью совпадать последовать также мы рассмотрим более подробно итак ну допустим ваша цель найти работу что поддерживать тех людей которые для вас дороги семью мама папа у детей детей никого угодно и просто получите образование и так далее и это цель а ценности это то каким человеком вы хотите быть по отношению к своей семье друзьям или окружающим вас людям доброта заботливость любовь и поддержка исходя из этих ценностей вы ставите такую цель эти работают понятно то есть мы не ставим ставим цели которые быть добрым ну да хорошая цель как это будет выражаться быть заботливым как это будет выражаться про это же не просто сидишь и думаешь как я вас люблю как я вас заботишь и делаешь что-то так вот чтобы делаешь этого цели соответствии с чем ты таки ваш это ценность цель может быть недостижимой бывает такое трудно времена можете найти ту работу которые хотели бы и время обычное но вы ставите себе зарплату миллион рублей недавно читал ну это правда я не знаю человек шутит что ли в общем он там написал что он сделал много открытий достойных нобелевки но до сих пор не получил но это дело с будущего и просит зарплату миллион рублей в месяц цель может быть недостижима сразу можно априори да то есть может быть достижимы вообще найти работу огромную сумму в месяц и чтоб еще мало делать вот и либо кризис на рынке труда тоже такое бывает либо нет по вашей профессии по вашей специальности что происходит естественно вы находитесь в таком подвешенном состоянии вы можете раздражаться вы можете плохо себя вести по отношению другим людям это может быть такая проблема но важно в этот момент все равно продолжать жить соответствии со своими ценностями у вас есть ценность добром заботному любить поддерживать свою семью друзей или окружающих вас людей делайте это они так что вот я не могу работать и работу значит позаботиться значит я вообще буду на них на всех обижаться и злиться потому что они по моей идее по моей схеме тоже на меня обижаться и злиться нет ценности остаются до поведения может быть должно оставаться таким же независимости от того достигли в цели нет вот и даже если вы оказались очень сложной ситуации разлуки с семьей с друзьями если вы можете жить соответствии со своими ценностями сможете находить маленькие возможности чтобы обращаться с окружающими людьми из природы в соответствии своей ценности кого-то вдохновить кого-то покормить кого-то перевести через дорогу и так далее это все даже если вы остались одни оторванные где-то не дома вы все можете жить соответствии со своими ценностями это ваш выбор вот многие цели могут быть недостижения в данный момент дети иногда мечтают там что они вырастут и станут крутыми бизнесменами или станут какими певцами есть такое желание на что пора буду певцом но прям в данный момент это цель недостижима если они вырастут и реализуются да это здорово не осуществлять свою цель но в данный момент эти цели реально объективно нельзя достичь но все равно вы продолжаете действовать согласно своей ценности то есть почему это важно ты не можешь достичь цель сейчас по идее брось и вообще как живется нет если вы продолжаете действовать согласно своим ценностям как все равно влияете на этот мир выберете на него своими действиями флантовая физика говорит о том что мы связаны все со всей вселенной каждый элемент каждый элемент когда клетка связана со всей вселенной клетка даже тело человека это квантовая физика говорит также социология нам говорит что любой человек в обществе влияет на общество степень влияния может быть разные но не бывает такого что вообще не влиял на общество поэтому мы не просто маленькие незаметные люди мы влияем на мир своими действиями и хотя наше действие может быть небольшим она может привести к большим последствиям есть такой эксперимент домино падает есть домино одного размера а здесь каждое следующее домино в полтора раза больше и тяжелее и начинает маленькая костяшка но с каждым упавшим домино сила растет и последнюю тоже падает если мы с той же силой с какой мы толкали первую маленькую толкнули большую нам даже не пошелилась но сделав небольшое действие соответствии со своими ценностями мы можем привести к большим изменениям в этом мире действие это очень просто на что мы делаем руками ногами не то что говорим действие тут нет других каких-то определений просто то что мы можем сделать своим телом и чем больше внимания вы уделяете собственным действием тем больше или с действием можете оказывать окружающий мир на людей на ситуации с которым вы жизненно сталкиваетесь казалось бы парадокс то я вроде я не стараюсь влиять напрямую ну как говорят нет не думаем тогда не делай вот чего-то большего на там через у нас любят порассуждать о том как изменить мир на как политики бы я себя повел когда началась пандемия все говорят о те друзья были анполитологи нормальные стали все вдруг иерусологами люди не очень любят порассуждать о том что как бы на что не могут повлиять они конечно это нас заботит мы не можем спрятаться от всего времени мы можем спрятаться от всего но мы не будем тогда чувствовать пульс общества мира и так далее тут очень важен баланс но все равно мы можем просто все ответственно существа социальной с вами об этом прошлый раз позже прошло говорили не помню но идея в том что у нас есть круг забот до который находится вне нашего контроля и круг влияния на который мы можем приятно что такое круг забот то есть погода политика экономика слабости других людей форс-мажорные обстоятельства мы не можем у нас заботит то есть если какое-то наводнение это снег пошел внезапно или наоборот все жара нас заботит это вот это нас влияет нам надо как-то менять свой образ жизни даже бывает но можем ли мы на это повлиять как можем повлиять на погоду никак политика тоже тоже очень много любят все рассуждать как бы вот как надо каждый таксист знает как в политике лучше всех политик может вам рассказать то же самое про экономику тоже мы все очень за любым рассуждать как чего будет урожаем с валютой с ценами и так далее тоже ли вы влияем ли мы в реальности на экономику ну нет только там можем работать и налоги вот в какой-то мере своей небольшой влиять на это слабости других людей тоже одна из любимых тем но мы можем только вот обсудить это осудить да но человек от этого не изменится форс-мажорные обстоятельства такие как ураганы наводнения тайфуны тогда тоже мы не умеряем вот а есть факторы на которые мы можем повлиять это наше настроение наше здоровье наши навыки то что мы имеем наша работа как мы не работаем как мы вкладываемся доход время на отдых на этот круг влияния мы можем ослознанно выбирать что нам делать формировать себя как личность и постепенно расширять границы круга если круг забот это просто принять как данность учиться с этим жить я не могу на это повлиять но я живу здесь и сейчас и надо что-то с этим делать до учиться с этим но если мы вкладываемся в круг влияние больше тон растет и в конце концов он дорастет до круга вашего забот это лучше лучше прикладывать силы туда где мы можем повлиять можно посидеть на кухне обсуждать как как или мир можно но главное чтобы это не стало главной деятельностью просто пустыми мечтами вкладывайтесь в свое свою семью свое свое собственное развитие и ваш кухня не будет постепенно расти например да если страна участвует военном конфликте вы хотите остановить боевые действиями не можете да вы хотите чтобы скорее наступил мир но как вы можете на это повлиять но если вы не там даже если вы там что вы можете такой вопрос если вы не можете остановить это все то вы можете по крайней мере что вы можете перестать ссориться с людьми из вашего сообщества потому что самые самые большие войны идут в соц сетях много раненых в голову убитых нет но много раненых в голову люди ссорятся люди разрывают отношения обвиняют друг друга и шокировики и так далее военные конфликты закончатся рано или поздно а вот раны которые вы нанесли другим людям своим родным потому что они не забудутся никогда поэтому важно поддерживать мирные хорошие отношения с людьми из вашего окружения то есть вы вместо того чтобы ссориться вы действуете согласно своим ценностям если ваша ценность мир добро забота любовь общения вы так и поступаете вне зависимости от того что происходит выше то есть вы влияете на окружающих людей своими действиями вместо того чтобы устраивать конфликты драки вы организуйте сотрудничество кому-то станет легче кому-то станет проще кто-то придумает как сделать эту жизнь лучше и повлиять в конце концов и на вас и на ваших детей все благодаря может кому-то одному доброму слову или доброму действию которые вы совершили мы не знаем как отзывается то что делаем можете быть уверены что все равно отзывается так или иначе это как камешек бросают воду волны идут камень уже утонул а волны продолжать идти есть то же самое очень важно что мы транслируем мир поэтому мы должны все время задавать себе вопрос очень простой вопрос мои действия соответствуют моим ценностям да или нет то что я делаю соответствует тому в чем я убежден то есть ваши действия ведут вас навстречу вашим ценностям или прочих условий ситуации и тут надо быть честными с собой понимать что и от ли вас получится в любой стороны ситуации идти навстречу ценностям бывают такие ситуации где конфликтной ситуации где ты не можешь по-доброму на поступить защищаться как-то пользы физического физических действий и потом человек начинает как же так я же люблю людей что ли я сделал моя ценность это любовь а я вот так натворил не обвиняйте себя просто понимаете что сложные ситуации бывают настолько сложными что вы вам очень сложно этим вам тяжело будет идти на встречу ценностям это это нормально все люди сталкиваются с этим и главное не говорить ну все рассвет раз так всем беда один ответ я буду дальше во все тяжкие пускаться потому что я же буду против ценности не надо так делать меня обвинять это просто понять в следующий раз поступить правильно вот перечень это не эти ценности не является правильными или лучшими они просто общие универсальные ценности то есть если любому человеку любой национальности любой раз и любое расповедание нашей земле вот их прочитать мы не думаю что кто-то будет возражать против этих ценностей против этого списка большинстве своем скорее всего ну может люди потребуют уточнений что это значит но прям возражение против этого списка не будет добрый заботливый щедрый отказывает поддержку ли вы ответственность и так далее это все все ценности которые вы можете выбрать для себя часть из них или все или добавить свои но это важно иметь такой список у себя вы в этот список если составите сами или возьмете из презентации вы можете выбрать три или четыре ценности которые кажутся вам наиболее важными и записать их важно это вот начало практики оно такое мы можем я уже говорю можем послушать вдохновиться но если мы ничего не сделаем их вдохновение уйдет и толку не будет вообще никакого то что он слушал поэтому пожалуйста записывайте ваши ценности обязательно 24 и дальше будет еще одно важное упражнение нам нас а больше всего впечатляет пример других людей детстве научимся у родителей учителей это друзей которые чем достигли большего чем мы чем старше мы становимся тем может быть у нас меняются приоритеты мы ищем другие примеры ну у меня есть звук дамы ищем другие примеры да проверьте пожалуйста вроде звук есть знаю меня показывает что есть вот мы ищем другие примеры но тем не менее там всегда нас бывают такие люди которые на которых мы равняемся это еще одно важное упражнение вот если у вас есть образец для подражания в вашем сообществе либо в вашей культуре религии в книгах на вы какого-то героя себе нашли или реальность существующий человек лучше реально существующий потому что можно равняться на супермена или какого-нибудь героя из комиксов и думать что у меня никогда так не получится а вот он есть крутой буду ждать пока пролетит и все исправит этому лучше равняться на того кто реально существующий человек задайте себе вопрос какие слова или действия этого человека вызывает у вас восхищение именно вас вдохновляет его поведение как человек общается обращается с другими людьми это достойно восхищение тоже такой вопрос может быть непростой какие ценности человек демонстрирует своими действиями по действиям можно понять чем руководствуется человек и какие из этих ценностей мы бы тоже хотели демонстрировать по отношению к окружающим вас людям нам нравятся люди мы стараемся брать с них пример но это не значит что он просто да вот он мне нравится и все я беру пример в чем отношение к людям в каких-то поступках важно это помнить и практиковать еще следующее да нужно подумать об окружающих людях какими ценностями вы хотели руководствоваться по отношению к ним не только в какой-то тяжелой ситуации обычно мы рассматриваем кризисную ситуацию когда все плохо и вот там проявляется истинное лицо человека но ведь не всегда же такие ситуации если всегда то сложно так жить просто в отношениях тоже очень важно жить согласно своим ценностям не двигаться прочь от них также как в случае с кризисной ситуации тоже не переживайте мы все далеки от совершенства все на пути только к гармоничному существованию поэтому если вы в отношениях делали что-то что отодвинул от вас от ценностей то вернитесь просто начните сначала не переживайте со всеми такое случается так вот ценности они действуют в обоих направлениях в отношении вам и по отношению к другим людям это такое обоюдная ценности на сайт в обе стороны работают то есть если вашими ценностями является забота и доброта отношения к другим людям решили что я буду заботиться о них и быть всегда добрым то вы стремитесь жить согласно я ценностям как для других так и для себя нужно полностью просто там нужно себя корить нужно о себе не заботиться вы должны возьмите себя тоже поддерживать потому что если вы не будете о себе заботиться то будет трудно заботиться о других людях конечно важный баланс но не значит что вы там 95 процентов времени проводите для заботишься себе на там пять процентов для других это но это тоже неправильно понимаете да важно чтобы мы были хорошем состоянии духовном и физическом и могли помогать другим людям это но это вот это очень это очень важно нужно доводить себя до снеможения просто говоря о том что я только заботюсь о других людях вы не сможете сильно многим помочь это вот такой очень тонкий вопрос конечно тут важно важно соблюдать порядок дальше самой прежде всего живем для других но и себя тоже не забываем не ставим себя на первое место но не задвигаем в конец списка и так пришло время воплотить ваши ценности в действия вам нужно нужен план действий некая карта двигаясь по которой поэтому плану вы придете туда куда захотели а вы хотите воплотить свои ценности в реальность чувствовать что вы ваша совесть она радостная ей нужно воспилить и не нужно вам показывать указывать она прямо радостно молчит вот а ваша душа поет на того как вы живете соответственно что для этого нужно то есть все просто вы выбираете какие-то важные для вас отношения одного человека или там нескольких то вам очень дорог вы регулярно видитесь общаетесь и задайте себе вопрос соответствии с какими ценностями вы хотите строить эти отношения например вы выбрали своего ребенка качестве такого человека и вы хотите действует согласно ценностям быть добрым быть ответственным тогда вы в плане ну вот все это пишите человек какие ценности что будем делать маленький шаг да вы будете играть со своим ребенком или читать ему 10 минут каждый день вот такой план или вы выбрали родственника какого-то хотите быть благодарным быть дружелюбным по отношению к нему независимости от как он к вам относится это ваш план до вашей ценности вот и вы можете просто приветствовать этого человека выражать ему благодарность так далее вот такой план реализации ценностей и это может быть любой человек в вашем окружении с которым вы видитесь живую лучше в живую конечно можно онлайн но главное чтобы у вас был определенный план как вы свои ценности воплотить и в отношениях с этим человеком и помните что важны даже самые незначительные действия нам может показаться это очень простым каким-то примитивным да не стоящим того ну просто начните делать для другого человека это может быть переворотом всей жизни что из маленького семечки маленькие семечки вырастает гигантское дерево если горчичное зерно взять то там горчичное зерно там дерево вырастает очень большое вообще любое даже если взять шишку сосновую уже маленькая саму саму 7 а сосна вырастает 30 метров и больше поэтому как бы не было трудно вам самые трудные самые напряженные периоды времени вы можете совершать небольшие действия чтобы жить согласно своим ценностям и вы будете создавать более удовлетворяющий насыщенную жизнь и для окружающих людей это будет плюс для вас самих сами будете чувствовать полноту жизни потому что вы живете в соответствии с тем во что верите в чем убеждены в чем считаете правильным поэтому составьте план сегодня лучше сегодня объяснят прямо сейчас но сейчас можете сейчас начать и что вы сделаете на следующей неделе соответствии со ценностями делаете подумайте о действиях это важный нюанс просто я подумаю хорошо об этом человеке я я помолюсь саму или я представлю как что я ему скажу когда встречусь и так далее нет вы должны конкретно что вы сделаете и выберите то что кажется для вас выполнимым потом проверьте вы сможете это сделать или нет вы верите в этой линии кто-то скажет да кто-то скажет нет это тоже нормально если ваш план кажется слишком сложным для вас если вы считаете что не сможете выполнить его не надо ставить заранее невыполнимые планы сделайте что-то поменьше и попроще выберите поменьше попроще но сделайте обязательно что произойдет как только вы составите план действий только вы решите что я буду реализовать свои ценности обычно в этот момент на нас нападают сомнения лень вопросы разные кому это надо там ничего не получится и вообще странная идея то есть появятся тягостные мысли чувства иногда бывает часто бывает иногда бывает что просто вдохновение да здорово я буду действовать все хорошо но они появляются я не начинаю цеплять и препятствовать выполнению плана уже заранее как только мы начинаем думать о том что будет только чтобы собирались делать появляются тягостные мысли и чувства если это так то вы уже отлично знаете что делать но если появляются такие мысли бессмысленно сработает страх что-то там делать не так трудно мы уже все знаем просто обращаем внимание и называемых мы об этом уже говорили говорим про мысли неприятные ощущения про все просто говорим это если на более подробно смотрели разбирали с вами в прошлый раз как это работает и вы включаетесь окружающий вас мир с помощью всех пяти чувств начинайте жить более полной жизни и так стремитесь каждый день думать о двух-трех ценностях согласно которым вы хотите жить когда вы еще кто-то проснулись ли когда встаете ну понятно что бывает мысль там а я проспал ну или его где мой кофе но можно после этих мыслей подумать о ценностях идеально если это будут первые мысли и в течение дня ищите возможность чтобы действовать соответствии с этими ценностями не упускайте ни один шанс ни один момент потому что самые незначительные с вашей точки зрения действия могут быть эффективными для окружающих людей путешествие длиной их 1000 километров начинается с одного шага это перефразированная японская пословица но тем не менее она также правдива для всех для всех людей там было тысячу ли другая единица измерения тем не менее дорогу осилит предыдущий и так у нас есть еще один инструмент для нашего набора инструментов по борьбе со стрессом действие 3 3d действия согласно своим ценностям он является более проактивным до этого мы рассматривали реактивные инструменты когда что-то происходит и мы реагируем но это может длиться долго да если вы просто пассивно защищаетесь вы все равно пропустите что-то удар судьбы какой-нибудь вот а это более проактивные инструменты заранее идете и творите добро вот и каждый раз когда у вас получается я говорил что могут быть какие-то такие удачные неудачные вы хвалите себя напоминайте себе об этом что я веду себя как человек которым я хочу быть я прям вот как вот этот человек который мой идеал действию соответственно своими ценностями я несу в мир то что считаю правильным вот так у нас есть три эффективных инструмента освобождение от крючка земление действия согласно своим ценностям проблем может быть больше у нас есть только три подхода к любой сложной ситуации первый уйти порой изменить то что можно изменить принять боль того что нельзя изменить и жить согласно своим ценностям сдастся и оказаться от своих ценностей если найдете еще четвертый путь то пишите в комментариях иногда нельзя уйти когда вы в тюрьме и когда в случае ухода будет только хуже когда остается выбирать из двух вариантов там остается только ценности и принять изменить то что можно принято что нельзя с ценностей мы не хотим отказываться и начнем не будем чувствовать радости в жизни поэтому остается только 2 изменить то что можно изменить принять боль того что нельзя изменить и жить согласно своими ценностями изменять мы можем при помощи того что у нас есть даже самое маленькое можем делать но если чем больше наш круг влияния помните затем больше можем сделать но если у нас вообще никакого влияния то используйте то что у вас есть под рукой на вас самих а если вы окажете сложных ситуациях когда вы не можете их улучшить возникает много тягостных мыслей и чувств вот поэтому мы что делаем освобождаемся заземляемся и живем согласно своими ценностями находим другие возможности чтобы жить согласно своими ценностями вот такие возможности находил виктор франкл если вы не читали почитайте нам про концлагере пишет как человек может прожить в ужасных условиях оставаться верным своим ценностям вам всем успешных действий по воплощению ценностей спасибо то что смотрите да надеюсь что вы будете практиковать то что вы слышите потому что это действительно очень хорошо работает проверено лично и на людях которые даже практиковали говорят что